К другим темам. Магнитогорский государственный цирк и программа «Эпохи» приоткрывают таинственную завесу за кулисье. На открытой репетиции юные зрители увидели, как создаются цирковые номера, насколько сложно и опасно исполнять трюки, посмотрели, как репетируют цирковые животные. Что стоит за блеском софитов, яркими костюмами, блистательными улыбками и кажущейся легкостью, узнавала Елена Ткач. Цирковое шоу «Эпохи» работает в Магнитогорске третью неделю, но это уже вторая открытая репетиция для юных горожан. День открытых дверей, где каждый желающий увидел не отшлифованные номера, а процесс подготовки. Будут дрессированные животные, воздушная гимнастка, которая еще не работает, но готовится к этому. И будет новый участник нашей программы, который впервые выйдет на зрителя. Это верблюд, который полгода назад только появился у нас в программе. Такие встречи со зрителем – лучшая возможность пробовать что-то новое. Сегодня верблюд-дебютант смог услышать звук, увидеть в очи свет и зрителей. Для молодого артиста волнительно выходить на сцену, а для дрессировщицы Марии Белоус самое сложное – отвечать на детские вопросы. Как говорю всем, я артист неразговорного жанра. Для меня, конечно, это самое сложное. И все же артисты готовы открывать цирковые секреты и отвечать на каверзные детские вопросы. Почему у верблюда висит горб? Как плавают лошади? Где спят животные? Цирк я очень люблю. Мне больше нравится, когда делают всякие трюки именно животные, а не люди. Потому что животных намного сложнее научить чему-то. С мышленой пудели, невероятные красоты жеребец Найлис, экзотические верблюды – многое из того, что сегодня происходило на арене, не входит в основное представление. Например, выход в манеж с акробатическим этюдом у Инги Бараненко второй. Пока это пробы пера. На подобных мероприятиях как-то пробовать себя, смотреть, какой мне подход больше нравится, какая мне музыка больше нравится, какой характер работы мне больше нравится. Чтобы уже, когда я буду официально работать, я была спокойной. Бесстрашие мастерство и упорство – все это помогает отточить номер, чтобы блистать на арене в час икс. Мне больше всего понравилась акробатка, потому что это и для меня опыт, и мне понравилось. Это как-то красиво выглядит. Открытая репетиция – возможность стать на один шаг ближе к зрителю. Но и цирковое представление эпохи по-прежнему работает в Магнитогорске. Гастроли продлятся до 20 августа. Спешите увидеть. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.